В 140 километрах от столицы Дагестана расположен город Кизляр. У россиян он ассоциируется с концерном Кэмс и знаменитыми клинками, которые изготавливают в этом городе мастеров. Но вот уже несколько лет о кизлярцах говорят как о лучших спортсменах мира. В 2000 году из Сиднея была привезена от золотой олимпийская медаль по больной борьбе, а затем пошли награды мирового уровня в тайском боксе и кикбоксинге. В гостях у первого в России чемпиона мира организации One Championship Аллахверди Рамазанова побывал мой коллега Камиль Девятов. Завтра чемпиона по традиции готовит мама. Она знает, что любит ее сын и как он скучает по домашней еде, находясь далеко от родного Дагестана. Для домочадцев приезд Аллахверди всегда большой праздник. Даже приезд домой уже победа для нас, уже радость, уже облегчение такое, что он вернулся, жив-здоров. Аллахверди Рамазанов обычный кизлярский парень. С детства начал заниматься спортом. Выбрал суровый тайский бокс. Он был слабый, худой, маленький. За него переживали. Его папу все время витамины надо, ему витамины. Мы покупали витамины, чтобы он рос. Честно сказать, на такой вид спорта мы не хотели его отдавать, но он как-то вырвался туда и все. В скором времени пошли первые результаты и громкие победы. Я боксировал на 33 килограмма в Хаса-Юрте. Это была моя первая золотая медаль и первый мой кубок. И я его очень так вспоминаю теплом. Короче, вот моя первая награда. Останавливаться на достигнутом воспитанник Ибрагима Хидирова не стал. Продолжил свой путь в профессионалах. В одном из интервью нашему телеканалу кизлярский спортсмен рассказал, что его цель и мечта – пояс чемпиона мира организации World Championship. Насколько ты приблизился к своей цели, к своей мечте? К мечте. Ну, мечта такая вещь. Вот, например, 2-3 года назад я даже не думал, что на телеканале буду там сидеть. И я уверен, что у меня сейчас цель – стать чемпионом этой организации. Иншалла, добьюсь этой цели. И дальше уже пойдут другие цели, мечты. Ровно через полтора месяца после нашей беседы россиянину выпал шанс биться за титул с представителем китайской школы кикбоксинга. Бой был тяжелым и первым пятираундовым поединком в карьере дагестанского спортсмена. Я знал, да, что я устану в бою, потому что все равно опыта нету пятираундов. Может, ты готовиться там в десяти раундов в бою, но если ты никогда не дрался в десять раундов, ты по-любому это не осилишь. И вот долгожданная победа. Цель стать чемпионом мира достигнута. Я так стремился, чтобы у меня какой-то поезд был дома, чтобы я домой какой-нибудь привез поезд. И многие менеджеры, с кем я работал, они мне говорили, потерпи, зачем тебе какой-то левый поезд, который никто не знает. Выиграть его. Ты его выиграешь, но только от него не будет. Лучше добейся вот такого рейтингового поезда, который будет значимый поезд. Вот, например, в NFC на сегодняшний день это лучшая организация. И вот я цель поставил, я как подписал контракт, цель поставил выиграть его. И вот сегодня он у меня дома, поезд. В маленьком зале города Кизляра под руководством заслуженного тренера России Ибрагима Хидирова тренируются и становятся чемпионами мира такие парни, как Аллахверди Рамазанов. Функционал повлиял действительно на него. Хотелось бы, конечно, он досрочно выиграл этот бой, но бои, когда проходят перчатки, это очень трудно бойца уронить там, иногда он нокаут сделать, тем более с такой рукой, травмируем рукой. Ну, я знал, что он будет держать этот бой, как бы ему плохо не стало, как бы не уставал, он до конца, да, до конца он выдержит бой, даже если упадет, он встанет, потому что он шел к этому, он хотел. А тот боец, который хочет выиграть, действительно стремится к этому, он в любом случае, в любом случае он это выиграет. После чемпионского боя обязательный отдых, затем очередная цель – объединить чемпионские пояса в тайском боксе и кикбоксинге. Сюда! Там! Камиль Девятов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Кизляр.